Как вылезти из долгов с помощью одного простого инструмента? Делая это 15 минут в день на протяжении месяца, вы гарантированно выходите из долгов. И здесь не фейк, это реальный инструмент, который я лично сам использовал. Помимо этого, он помогает не попасть в кассовый разрыв. И я расскажу, как в 2020 году я попал в кассовый разрыв несколько миллионов и смог с помощью этого инструмента выбраться, как накопить на квартиру, если вы хотите накопить на что-либо, и как вообще выбраться из курсиных бегов. Но начну я с небольшой предыстории, откуда ко мне этот инструмент попал. На самом деле, мой хороший друг, финансист, рассказал мне про этот инструмент. Он очень профессиональный аудитор, финансист Дмитрий Шумейко, и я ему за это очень благодарен. И он мне рассказал про этот инструмент, когда у меня были финансовые сложности. Я тогда в свое время вел бизнес, и сейчас тоже веду. И у меня постоянно была ситуация, что я попадаю в кассовый разрыв. То есть, вроде бы деньги есть, я их на что-то трачу, а потом хопа, и денег нет. И это прям очень сильно бесит. И грустнее всего, что это отражается и на семье в том числе, потому что жена постоянно находится в состоянии такой неопределенности. И меня это очень сильно напрягало. И я понял, что надо что-то делать, и вот нашел этот инструмент, спросил у своих друзей. Но потом я его еще доработал, потому что, когда я, например, общался по поводу этого же самого инструмента, который называется платежный календарь, вы уже догадались, вот, со своими друзьями, предпринимателями, они сказали, Паш, ну, этот инструмент, он только для крупного бизнеса. Вообще, семья или там малый бизнес никогда вот эти вещи не ведут. Это просто очень сложно, и не нужно вообще сюда лезть. И я понимаю, что нет, люди просто не догадались, как вот этот гениальный инструмент применить к очень простому варианту для семьи, для обычных людей, так, чтобы это не было сильно заумно и сильно сложно. И я подготовил вот эту штуку. Честно, я ее делаю для своих друзей, которые тоже могут сейчас быть в непростой ситуации. Поэтому внизу я пришлю прям ссылку на вот эту Google таблицу. Вы сможете ее редактировать, скопировать, использовать, чтобы это и вам помогало выходить из долгов. Так что погнали, сейчас все по шагам, прям шаг за шагом буду рассказывать. У нас здесь в этой табличке есть, ну, вот, платежный календарь выглядит вот таким образом. И многие сейчас посмотрят, скажут, о, Господи, какая это сложная штука, особенно люди, которые не Excel-табличка. Но самая главная проблема с точки зрения финансов и вообще денег, особенно когда их немного, это в том, что тебе приходят деньги или, например, ты чувствуешь, что тебе денег не хватает, тебе нужно деньги вот на следующую неделю, но в этот момент наше внимание перестает планировать на долгосрок, потому что мы думаем, о, как бы сейчас заработать, как бы сейчас заработать. И вообще вся жизнь превращается в то, что ты думаешь только о том, что, как вообще выжить на этой неделе. Но если мы заранее пропланируем вообще, как у нас строится система расходов и доходов, и мы можем тогда понять, что, а вообще куда мы движемся в этой ситуации? Мы вот сейчас-сейчас и выплывем или сейчас-сейчас и зароемся и еще хуже будет? И чаще всего мы, находясь в этом сейчас-сейчас, пытаясь что-то заработать сейчас, мы все равно зарываемся, зарываемся глубже и потом думаем, блин, что за ерунда, что происходит? Так вот, инструмент состоит из двух частей. Первое – это баланс, где мы фиксируем все наши деньги на текущий момент. Такой срез по всем счетам, все-все-все-все-все, что у нас есть, чтобы понимать, что у нас есть. Потому что сложно вообще планировать точку B, если ты не знаешь свою точку A, где ты находишься. Поэтому мы зафиксировали здесь все наши счета. Подробнее сейчас расскажу, сейчас в общем, а потом прям подробно по каждую часть. Вторая часть – это платежный календарь, где мы вносим на каждую неделю расходы, которые у нас есть, бизнес-расходы, семейные расходы и доходы, то, что нам придет. И в итоге эта табличка автоматически считает, а сколько денег у нас есть на конец этой недели. Очень простая история. У тебя есть деньги на начало недели, ты вносишь, сколько тебе нужно потратить за неделю, сколько тебе придет за неделю, и она считает тебе, сколько на выходе у тебя получается. И вот так мы делаем каждую неделю на протяжении времени. И что это на выходе дает? На выходе мы видим, что ага, у нас вот здесь расходы, 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 потом хопа, нам деньги придут, и мы в плюсе. Или, например, мы вот вроде бы доходы, 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 приходят деньги, приходят, А потом у нас какой-нибудь прилетает неожиданный платеж, который на самом деле можно было предсказать ожиданный, вот, и там, не знаю, платеж по кредиту, там, страховка по кредиту, да, потому что ты привыкаешь, что нужно платить, 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 а потом раз в год, хоп, и страховка по кредиту, и еще один такой же месячный платеж, и думаешь, блин, твою мать, да что ж такое-то, как я этого не предусмотрел? Просто мы этого действительно не предусмотрели. Ну, и вот таким образом, внося вот эту информацию, мы получаем готовую конкретную информацию, планирование для нас, и знаем, как принимать решения. Теперь подробнее, как мы все это вносим. Тут есть несколько хитрых нюансов, без которых вот этот инструмент на самом деле не работает эффективно. Итак, первый инструмент, и это баланс. Мы вносим здесь, сколько есть сейчас денег на руках. То есть я все деньги, которые есть, разбиваю на несколько категорий. Первое, это есть сейчас на руках, то есть вот в любой момент я могу их отправить куда нужно. И это помогает мне понять, что если вдруг прилетает неожиданный платеж, я могу хопа и вот эти деньги отправить. Что здесь у нас есть? Это наличные, которые лежат у вас дома. Это банковская карта физического лица, да, то есть то, что я чуть-чуть покрупнее сделал, чтобы вам было лучше видно. Вот, это банковская карта физлица. У меня есть банковская карта физлица, на ней что-то лежит, наверное, да. Я тоже вношу здесь рубли, доллары и вот здесь вот курс обмена. И каждый раз, когда я вношу вот эту вот штуку, я обновляю вот эти вот курсы, потому что они постоянно меняются. Ну, с этим ничего не поделаешь. И да, тут многие, наверное, еще спросят, Паш, так что мне каждый день теперь эту штуку вносить? Это же убиться можно. Нет, друзья мои, во-первых, не обязательно каждый день, но если серьезно жесткая ситуация, то можно и каждый день. Вот, а второй момент, не обязательно всю жизнь ее вести. Я ее веду только, когда там жесткие периоды, где-нибудь месяц могу повести, когда прям нужно выйти из какого-то непростого периода. А дальше можно отпустить и не париться. Так что расслабляемся, смотрим дальше. Да, так вот, курсы валют. Я указываю здесь все курсы валют. Вот, и если, например, у меня есть какой-то золотые вклады на Сбери, да, то я указываю курс, по которому я это продаю, а не по которому я это покупаю. Потому что мне здесь важно понять, а сколько у меня денег для того, чтобы я мог сейчас их получить. Да, вот. Поэтому наличные лежат дома, банковская карта физлица, на счету физлица, потому что на счету там, может быть, еще где-нибудь лежат на вкладе или где-нибудь. И есть еще бизнес-счет, это там, где не распределен. Для предпринимателей это понятно, для тех, у кого нет юрлица, то вообще не нужно это заполнять, просто удаляете эту строчку совсем. Так вот, бизнес-счет это те деньги, которые поступили вам на основной счет и вы их не распределили. Дальше деньги отложены на цели. У многих уже банков есть такая функция, когда деньги поступают вам на счет и даже физлица, или даже юрлица, вы можете автоматически сразу их, бум, расхидать на много счетов. Это гениальная вещь, потому что это позволяет вам сразу распланировать эти деньги. То есть, условно, если я юридическое лицо, ИП, я автоматически на налоги откладываю 7%, я с запасом откладываю 10%, потому что там еще на всякие страховые взносы еще куда-нибудь идет. Ну, в общем, и сразу пришла сумма 100 тысяч, 10 тысяч, я сразу откладываю налоги, это происходит автоматически. Потом я понимаю, мне нужно заплатить процент менеджеру или продавцу. Окей, супер, еще там какой-то процент откладывается сюда. Мне нужно мне заплатить самому себе, как собственнику бизнеса, и автоматически откладывается сюда. Мне нужно заплатить моей жене. И, в общем, пам-пам-пам-пам-пам, по всем, по всем, по всем статьям расходов у меня деньги откладываются автоматически. Это позволяет мне не думать про эти вещи. Иногда, конечно, очень грустно, потому что откладываются, например, небольшая сумма пришла, небольшая сумма отложилась. думаешь блин это же совсем немного вот и конечно потом из какой-то корзиночки нужно куда-то там переливать и ну какое-то время такое у вас может быть ребята если мы говорим про ситуацию выхода из долгов или из кризиса но тем не менее пускай они откладываются в какой-то момент вы начнете видеть что о блин прикольно я уже спланировал что они откладываются самое главное наверное здесь это чтобы откладывались на налоги те вещи которые прям критически важны для вас потому что если на налоги не откладывать счет заблокируют ну и остальные последствия вместе с этим взяты поэтому вот такие вот критические моменты должны откладываться обязательно что у меня здесь есть деньги отложены на цели это фактически деньги которые у меня сейчас есть они отложены на цели но я могу если что взять их кредит у себя то есть я сам себя могу прогреть и давать на какие-то другие цели у меня была ситуация когда у меня на налоговом счету лежало около 260 тысяч но мне нужно было здесь сейчас сделать платеж на рекламу я знал что это эффективно сработает это принесет мне еще больше денег вот буквально в течение одной-двух недель и я закрою этот долг и в этом случае я осознанно решился на это я выгреб оттуда часть денег отправил на рекламу потом вернул обратно и это была безопасная для меня история конечно если вы отсюда выгребаете но вы должны понимать да что я в которой например раз уже о забираю денег с налоговой значит мне скоро там прилетит мне нужно будет срочно искать деньги туда поэтому всегда кредита нужно очень-очень осторожно и осознанно брать потому что есть не очень хорошие но тем не менее да есть еще инвестиция подушки безопасности на зарплаты сотрудникам да конечно в какой-то момент можно взять деньги зарплаты на которые отложены на зарплату сотрудников потратить на какие-то другие цели но потом тебе нужно будет это возвращать все равно придется платить сотрудникам поэтому вот эти вещи тоже я откладываю и чтобы они там лежали никуда не девались подписки на эти сервисы домены хостинги различные онлайн-платформы все вот это вот на жизнь или на семью отложено потому что на бизнес счет деньги приходят но я поскольку и п я откладываю там же деньги и на свою семью потому что потом оттуда уже вывожу на карту физлица и расходы так как мне это необходимо но тем не менее я планирую это маркетинг и бизнес все что связано с тем чтобы купить рекламу подрядчики и так далее инвестиции закрыт долг есть еще одна статья вот как раз по закрытию долгов и на случай если вы сейчас пытаетесь вылезти из долгов вот здесь у вас должна автоматически откладываться сумма на закрытие долгов и я показываю здесь специально что это может быть не совсем большая сумма но она регулярно и вот вы регулярно 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 закрываете долги и все у вас происходит хорошо все у вас происходит замечательно потому что это всего лишь одна из статей расходов и конечно для некоторых может сказаться что блин так это чё не нужно все деньги которые я заработал отдавать на долги ну по большому счету получается что да потому что скорость возврата долга у вас гораздо меньше чем скорость получения этого долга поэтому здесь тоже нужно подходить с умом но тем не менее даже если вы сейчас видите это вы можете понять что о так я могу долг закрывать ну там я просто буду дольше возможно имеет смысл договориться с вашим человеком который вам деньги эти дал в долг да что слушай а я буду чуть дольше тебе эти деньги возвращать просто готовься к этому ты окей или не окей поэтому если мы понимаем да сколько у нас денег отложено на закрытие долга и вообще сколько у нас откладывается нам гораздо проще следующее партнерские отчисления и возвраты и здесь я поскольку у меня онлайн-школа у меня всегда есть отдельный счет для отчислений партнером то есть это те люди которые приводят мне клиентов и на возвраты студентам потому что есть ситуация когда студента прошел обучение сказал ой мне что-то не понравилось или я не могу или еще что-то и надо вернуть ему деньги поэтому у меня всегда эти деньги на счету лежат на всякий случай следующее это деньги которые можно взять в кредит у других да есть и такие и здесь обращаю ваше внимание нету микрофинансовых организаций я категорически не рекомендую обращаться в них за деньгами но что откуда можно взять деньги первое это выбить долг у своих клиентов да есть люди которые вам должны поэтому фиксируйте здесь как раз каждый отдельный долг сколько вам должны и эти деньги обращаю ваше внимание дальше они не зачисляются в раздел мой баланс потому что сумма мой баланс она суммирует только то что есть сейчас на руках и только деньги отложенные на какие-то конкретные цели а то что можно использовать это все то же самое только за вычетом вот налогов тем самым получается что использовать я могу меньше денег чем у меня есть сейчас на руках но если припрет я понимаю что я могу набрать денег вот отсюда из этих источников то есть выбить долги из своих клиентов сделать какую-то акцию продать свои услуги со скидкой да я потеряю на этом и выиграю только кратковременно но я знаю что если припрет у меня есть и такая возможность получить предоплату за услуги от своих клиентов и я понимаю что о класс я могу оперативно что-то получить дальше взять кредит у своих друзей но в крайнем случае да я всегда могу обратиться к друзьям сказать там дай пожалуйста мне деньги ну в кредит в долг и так далее кредит сберган кредит тиньков поскольку у меня есть несколько там счетов карточек в разных банках я понимаю что и там и там я тоже могу получить какой-то кредит опять же я не собираюсь этим пользоваться но это позволяет моему мозгу успокоиться и не кипишить я понимаю что в критическом случае если прям все рухнет у меня вот эти возможности есть и это позволяет мне более осознанно и разумно распоряжаться теми деньгами которые мне есть здесь сейчас двигаемся дальше есть еще один одна категория денег это активы которые можно продать за один месяц или больше чем за один месяц это не то что я бы не хотел продавать потому что если это продам за месяц или более я прям потеряю достаточно существенно но они у меня есть и я тоже фиксирую здесь что это может быть криптовалюта потому что не всю криптовалюту имеет смысл продавать здесь сейчас иногда может быть курс совсем невыгодный поэтому фиксируем месяцы более инвестиции в акции в долларах инвестиции акции в рублях на что есть еще у кого-то акции которые можно покупать продавать что-то можно еще купить или продать но в общем у меня в свое время был там какой-то портфель в акциях после этого я решил сократить этот портфель в акции и сейчас пока не не фокусирую туда внимание кто-то из инвесторов может сказать что да нет там как ну кстати вот скажите ребят в комментариях насколько это разумно или неразумное решение может стоит наоборот вернуться в акции но в общем тем не менее я здесь это записал пункты чтобы вы могли просто зафиксировать вот эти вещи и они у вас будут здесь потому что когда приобрет в крайнем случае окей вы можете вот эти вещи продать дальше золотовалютный счет ну то есть золотой счет есть у банков есть там в разных сферах где можно хранить золото и мы можем пересчитать сколько стоит это золото отлично следующее автомобиль то что тоже можно продать различные какие-то бытовые вещи которые действительно можно продать они принесут деньги и того мы получаем что у нас до помимо того сколько у нас денег сейчас на руках у нас есть еще потенциально вот такая сумма которая на самом деле в несколько раз превышает то сколько у нас денег на руках ну и последнее это мой капитал это то что в принципе в принципе вообще не продавать не собираюсь но знаете как в игре денежный поток я люблю чтобы эти деньги они были зафиксированы чтобы я знал а что у меня там хорошо или плохо и здесь я фиксирую все объекты недвижимости которые у меня есть квартира дом земля и сумму их причем сумму продажи да можно в долларах можно в рублях и там по формуле если что пересчитывается и накопление это накопление которые отложены сейчас на счетах то что я не собираюсь вообще тратить она лежит там как подушка безопасность и того мы получаем финальную сумму вот эту либо вот эту да то есть то что можно использовать лучше конечно брать за основу вот эту вот сумму которая вот желтеньким специально подсветил супер мы получаем 682 тысячи 480 control c копирую ее и перехожу теперь платежный календарь теперь я вставляю вот эту сумму 640 до 82 тысячи 400 это те деньги которые есть на текущий момент и дальше обращаю ваше внимание они проставляются и прописываются по всей формуле вот теперь самое интересное платежный календарь на самом деле на заполнение баланса уходит обычно ну где-то минут 10 может быть меньше вот потому что ты просто пробегаешь по всем счетам и все фиксируешь потому что вот только это обычно меняется все что внизу не меняется да и она нам просто нужно для успокоения разума двигаемся дальше да теперь переходим платежный календарь и вот здесь мы фиксируем те деньги которые у нас предстоящие доходы и предстоящие расходы и сейчас мы попробуем здесь делать серые ячейки трогать не нужно это то что считается автоматически а что не считается автоматически этого здесь например на налоги нам нужно будет заплатить 100 тысяч в этот месяц и что мы видим здесь хопа денежный поток за неделю у нас изменился на минус 99 тысяч это значит что это значит что формула посчитала сколько у нас доходы минус расходов если я например в конце внесу что а мне бизнес принесет 150 тысяч рублей вот то тогда мы увидим что денежный поток станет положительным то есть я потратил 100 тысяч на налоги 150 тысяч получил теперь понимаете как это работает и обращаю ваше внимание что следующая неделя начало следующей недели тоже увеличилась на 50 тысяч по сравнению с тем что было было 682 стало 732 тысячи рублей но вот супер так что-то у нас там формула появилась поменялась тын-тын вот да только цифрки нам рубли здесь уже не нужно фиксировать но кей регулярные платежи это могут быть там не знаю аренда для бизнеса и так далее в этом неделе например ее нет но потом будет там не знаю 30 тысяч рублей нужно будет за что-то заплатить налоги фактически их мы считаем следующим образом это весь доход который у нас есть умножаем на 0,07 0,07 фактически налоги это столько денег сколько вам пришло только мы за прошлую неделю и мы фокусируем эти деньги здесь можно прямо туда до конца года я это прописываю и тем самым если мне например приходят какие-то деньги в течение времени до от работы конечно это деньги налоги там мы не считаем а здесь я считаю только деньги от бизнеса тогда надо супер значит формулу нужно будет чуть-чуть скорректировать но тем не менее мы понимаем да что хоп вот здесь пришли деньги вот здесь вот здесь и мы видим что на самом деле налоги будут каждой каждую неделю мы должны откладывать эти деньги на налоги дальше регулярные платежи например у нас есть платеж за аренду чего либо и мы его прям прописываем вот здесь вот во все ячейки когда нам нужно его прописывать до что вот у нас такого числа допустим там в середине месяца 10 числа у нас всегда будет платеж и что мы видим вот у нас есть 5 вот 12 значит если у нас 10 числа будет платеж то это значит в неделе с 5 по 12 дальше вот у нас 4 11 10 числа платеж супер просто оставляем здесь 150 да вот потом у нас с 8 по 15 вот здесь поставляем и тем самым мы видим что на самом деле у нас происходит с деньгами о то есть у нас вот здесь вот такой зарплат сотрудникам зарплату обычно платится два раза в месяц поэтому мы фиксируем да здесь например 150 тысяч я буду какие-то абстрактные цифры фиксировать здесь и так но здесь мы уже не платим да то есть потому что там уже 5 февраля да допустим вот 200 тысяч нам нужно будет заплатить в этого там 15 числа здесь тоже прописываем 15 число здесь у нас прописываем 13 число значит следующий за ним 15 и так далее и вот я прописываю зарплату которая у меня будет у сотрудников и мы здесь фиксируем еще то у нас получается зарплата от 10 числа у нас платеж по кредиту вот и мы его но не под кредиту по аренде и видите у нас в один в одну неделю получается что совпадает платеж за аренду и платеж еще за сотрудников и мы получаем в одну неделю очень минус 350 тысяч а что же делать вот конечно этот важный момент да то есть мы понимаем что блин так не прикольненько и второй момент что здесь на ячейка на которой вообще нужно обращать внимание это вот это вот ячейка номер три она всегда у нас закреплена она видна всегда и она крупная и здесь мы видим что если сумма опускается в минус все красная зона мы здесь уже получается в минус то есть еще здесь у нас есть 80 тысяч а здесь у нас папа пап красная 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 что-то здесь происходит да значит мы до 13 мая да вот сейчас у нас февраль до до 13 мая мы обеспечены деньгами а потом у нас нужно что-то делать придется зарабатывать но вот теперь мы эти вещи видим да потом например закупка товаров нам нужно на 70 тысяч в неделю каждый раз закупать допустим у вас товарный бизнес и мы просто другим копируем и размножаем вот эту формулу ухты мы видим не очень хорошие вещи что у нас срок жизни как бы предприятия сократился до 18 марта потом у нас минус 55 тысяч онлайн-сервисы но где-то в неделю условно там 5000 рублей уходит на онлайн-сервисы все дублируем их делаем формулу равно 100 ячейка и тоже размножаем ее сюда и смотрим что у нас получается и того ну то есть 5000 в неделю ты где-то 25 тысяч месяц на всякие там сайты домены и хостинги всякие другие вещи и мы видим что папа 11 марта у нас уже все критический момент двигаемся дальше еще один важный расходы это семейные расходы то есть мы здесь не прописывали я конечно финансисты рекомендуют разводить вот эти вещи но я как предприниматель индивидуальны да пока небольшой у меня бизнес я все это фиксирую и там и там потому что ну то есть в одной табличкой потому что я управляю финансами и своего бизнеса и своей семьи они взаимосвязаны и отсюда я вижу что у меня вот здесь там для себе и жене мне нужно будет перевести определенную сумму то есть это процент от того дохода который у меня есть я всегда перевожу определенный процент от оборота и себе и жене это те деньги которые я могу потратить по своему усмотрению и жена моя может потратить по своему усмотрению потому что мы оба фактически являемся ключевыми инвесторами в моем бизнесе и она тоже должна получать эти деньги вот следующее платежи по кредитам допустим у вас 20 числа это платеж по кредитам за какой-нибудь объект недвижимости пускай там будет пятьдесят тысяч рублей все супер и проставляем везде двадцатое число а подождите двадцатое она у нас вот здесь вот это после 19 вот после 19 после 18 вот здесь вот 50 тысяч вот здесь двадцатая пятьдесят тысяч и вот таким образом мы проставили сейчас не будем далеко там только до июля проставили уже будет все видно на жизнь в неделю до если мы говорим на семью из четырех человек уходит где-то сорок тысяч рублей это на всякую еду там на транспорт на там ну вот эти бытовые вещи конечно у кого-то может быть меньше кто-то например наоборот больше но всяко бывает дальше жкх и всякие телефоны интернет но допустим там три тысячи рублей уходят или там три тысячи рублей в неделю вот и мы получаем что вот у нас определенная сумма уходит аренда жилья допустим вы арендуете жилье и вам нужно платить каждое первое число месяца и вы арендуете жилье за сколько ну там за 60 тысяч рублей все супер зафиксировали это 1 апреля никому не верю тоже платим аренду вот здесь вот платим аренду вот здесь вот платим аренду и вот здесь платим аренду что мы видим что у нас да 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 конечно расходы нарастают ту 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 так единственное что вот что я вижу давайте проверяем формулы еще раз вот эта формула она суммирует у нас все расходы которые у нас здесь есть да все работает четко все хорошо то есть мы получаем что у нас там сто двадцать четыре тысячи это расход вот уже концу марта и мы видим здесь что не такая уж оптимистичная картина да что количество время жизни ничего называя знаете богатство это сколько времени ты можешь прожить ничего не делая и вот мы видим что текущего богатства которое у нас есть хватает на то чтобы прожить ну месяц вот ну да нет ну да фитнес на фитнес на самом деле я бы фиксирую как обязательные расходы потому что без фитнеса тело начинает затухать энергии на зарабатывание денег мало поэтому очень важно чтобы оно было но здесь всегда есть моменты потому что ты можешь иногда пойти потренироваться с тренером дорогим а иногда может просто пойти и потренироваться сам если уж совсем припрет так ну да луна у нас тут пришла и решила поддержать нашу беседу надеюсь не будет нажимать на клавиши вот идем дальше значит фитнес и спорт я фиксирую здесь но допустим это какая-то фиксированная история в неделю может быть там четыре тысячи рублей и дальше мы просто вот эту ячейку размножаем ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду вот на самом деле вряд ли четыре тысячи в неделю на что скорее всего даже больше а если брать на себя и на жену то там может быть больше давайте поставим 6 тысяч неделю тара мы видим что у нас еще меньше сокращается школы обучение детям тут тоже важен важный момент да всякие репетиторы и так далее но допустим там заплатить пакет на какому-нибудь репетитору на два месяца вот здесь у нас получается потом у меня дети ходят в частную школу и у меня там 8 марта придет еще какой-то там платеж за школу и такой тыщ и потом еще квартир я ставлю здесь не существующие цифры да вы на них не ориентируйтесь я просто показываю что они могут быть и вы тем самым понимаете что мы видим что у нас уже к четвертому марта нам нужно срочно еще найти денег потому что с 11 марта у нас будет минус двести шестьдесят три и мы будем так и уходить в большой минус потом есть еще необязательные расходы которые мы фиксируем это домработница да она нужна-нужна то есть она может в какие-то периоды например мы можем понимать да что нам нужно вот здесь вот там домработница сколько она может стоить там 10 тысяч за то чтобы два раза в неделю выйти да вот здесь и здесь и здесь она нужна а вот тут пожалуй мы как-то без нее обойдемся а вот тут снова будем рассчитывая на то что с ней все будет хорошо подарки шоппинг но если что-то нужно по семье какие-то различные курсы обучения да то есть например вы проходите обучение которое нужно регулярно платить или вот вы запланировали да что пойдете кому-нибудь на обучение то супер мы фиксируем вот это вот здесь и мы видим что ухты а потом еще у нас отпуск может быть запланирован и мы планировали вот здесь вот отпуск поехать всей семьей куда-нибудь там не знаю в турцию в сочи или еще куда-нибудь и вот а вот здесь вот планировали поехать здесь уже там нужно чуть-чуть побольше денег да там 30 тысяч до 300 тысяч и давай в беде много нулей путаемся так отлично вот а здесь мы хотим на выходные поехать куда-нибудь там с парнями и вот мы видим что мы видим что денег то у нас до определенного количества есть а потом у нас их нет вот как она подсвечивается сразу подскажу здесь у нас есть формат condition of formatic форматинг в этом google таблицах и здесь фиксируется следующее что когда у нас сумма меньше чем давайте введем да если у нас денег меньше чем 50 тысяч рублей это красная зона то есть туда вообще лучше не опускаться если у нас денег меньше 200 тысяч рублей то тогда это у нас желтая зона но можно знаете да меньше 30 тысяч рублей то есть даже минус это уже красная но то есть минус это уже глубоко красная зона на вот ну вот таким образом мы видим да что у нас происходит сейчас теперь вносим деньги на которые мы получаем то есть вот мы понимаем что вот тур 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 у нас столько расходов Теперь деньги, да, у нас есть работа, мы получаем, например, каждый месяц какую-то зарплату, или выплачиваем себе зарплату, или получаем ее каждый месяц, там, первого числа мы получаем эти деньги, супер, мы их получаем, отлично, и вносим сюда, смотрим, что у нас изменяется на картинке, ну, чуть-чуть улучшается, да, потом проектная работа, вот здесь, там, мы за проект должны получить деньги, и там, может быть, какой-нибудь суперкрутой проект, он нам принесет денег, в конце, там, 500 тысяч, вот, потом у нас бизнес тоже будет приносить какие-то, там, плюс-минус небольшие деньги, и, вот, и еще какой-нибудь большой проект, он вот придет сюда, допустим, да, 250 тысяч рублей принесет нам, и, да, и бизнес здесь еще тоже принесет 150, вот, и здесь, и вот мы видим, если там бизнес, условно, приносит по 150, ну, мы хорошие расходы поставили, конечно, да, но и доходы тоже теперь ставим, что мы получаем сейчас, на текущий момент, что вот у нас активный доход, да, это 100-150 тысяч в месяц, вот, и мы видим здесь следующее, что в какой-то момент у нас идет желтая зона, потом 11 марта, там, неделя у нас будет красная зона, но потом нам приходят деньги от большого проекта, и мы попадаем снова в белую зону, все хорошо, а потом снова в красную, потому что нам какой-то большой платеж будет, и в этот момент, конечно, нужно понять, да, что вообще с этими вещами делать, для того, чтобы было легче ориентироваться, я вот делаю еще такую штуку, кондишен форматик, я в этой табличке сразу вам сделаю, и вам будет проще, то есть, когда мы выше определенного значения переходим, вот, то становится прям проще, то есть, если, например, расход у нас больше 50 тысяч рублей, мы его, там, меньше 50 тысяч рублей, мы его не фиксируем, а если там больше 30 тысяч рублей, супер, мы его фиксируем, и мы видим, что, ага, у нас есть расходы, которые больше там, 50 тысяч рублей, на них, значит, нужно обращать внимание, то есть, эта табличка еще будет сама вам подсвечивать, а где те расходы, на которые нужно обращать внимание, и мы тем самым можем управлять этим процессом, то есть, мы можем посмотреть, что-то у нас вот, там, не знаю, на уборщицу слишком много времени, ну, денег тратим, а может быть, нам прям взять и найти подешевле ту же самую уборщицу, можно ли так или нельзя, и, скорее всего, ответ будет, да, можно, вот, то есть, вот мы сейчас зафиксировали, мы видим, да, что вот у нас есть какие-то ячейки, которые пам-пам-пам, очень крупные и очень существенные расходы. То же самое и про доходы, мы берем и фиксируем, и смотрим, когда у нас большие доходы приходят, то есть, опять же, делаю conditional-форматик, color-scale, и то же самое, да, что когда сумма выше определенной, то мы, значит, делаем, да, там выше, например, 30 тысяч, все окей, и вот там, например, здесь у нас будет 35 тысяч, то у нас уже будет светлый зеленый, а потом ярко-зеленый, тем самым мы делаем вот такую вот ячейку, ага, мы видим, супер, нам бизнес больше всего приносит, о, вот еще у нас идет большой платеж, который нам помогает. И помимо этого в пассивном доходе мы вносим следующее, это сдача квартир в аренду, например, у вас есть квартира, которую вы сдаете, супер, тогда вы можете ее указать. Когда был 20-й год, мы поняли, что, ну, началась пандемия, у меня все контракты, там, на несколько миллионов, они просто обнулились, и стало понятно, что доход у нас прям очень сильно упал, и нужно откуда-то получить новый доход. Мы с женой посмотрели, поняли, что наша квартира в Москве, она может приносить денег, ну, стабильно какой-то доход, да, допустим, там, 50 тысяч рублей в месяц. При этом расходы на жилье мы можем сократить, и мы переселились в дом за 19 тысяч рублей в месяц, а аренда от квартиры, она приносила нам где-то 45 тысяч рублей в месяц, да. Вот, и тем самым мы получили дополнительный источник дохода, который нам помог продержаться вот в эти трудные времена, и это действительно было полезно. Но понятно это было только когда, когда мы это все увидели. Например, еще может быть доход, это реклама в блоге, у меня есть группа ВКонтакте, они там приносят какие-то небольшие совсем деньги, да, полторы тысячи рублей. Есть еще партнерские отчисления, но у меня выпущена книжка, и там раз в квартал мне приходят по ней какие-то деньги, да, и мы можем просто их зафиксировать, не знаю, там, сколько у вас это будет, и тем самым мы видим, что, о, а это чуть-чуть выправляет ситуацию. Потом следующие дивиденды по вкладам. У кого-то могут быть там существенные дивиденды, особенно инвесторы, ребята, они понимают, что там каждый месяц прилетают инвестиции, все супер, фиксируем их сюда. И вот таким образом мы можем видеть реальную картину, что у нас происходит. Потом, например, возврат долга, авито, ну, авито это я имею в виду, там, продажа имущества. А, а, что-то не тем писать. Так, Луна, выйди, пожалуйста. Ты мне мешаешь записывать замечательное видео на YouTube. Пора, да? Я... Да? Не на клавиатуру. А, стоять! Стоять! Вот кто... Только не навернись. Так, продолжаем разговор. Так, кошка все-таки упала. Возврат долга, да? То есть мы понимаем, что если нам вернут, например, возврат долга вот здесь вот, то это, в принципе, нас выручит и выправит эту ситуацию. Но точно так же мы можем понять, что этот возврат долга, а он может перейти вот сюда. Или, например, мы видим, что, ага, вот он у нас долг должен был вернуть в апреле, а давайте-ка мы его попросим вот здесь вот вернуть часть долга и еще часть вот здесь. И вот что получается, что мы начинаем уже планировать эти цифры и думать, а куда их передвинуть для того, чтобы вот эта ситуация исправилась в белый цвет, ну, то есть в позитивное русло. А может быть мы можем сейчас там что-нибудь продать, да, там, например, арену, ну, там, за машину, за бензин и так далее. Мы можем получить, тратим на это достаточно денег и можем просто это продать и получить с этого деньги и убрать расходы. Так, Луна, опять тебе что-то нужно? Да, все, сиди, сиди, сидеть. Вот. И таким образом эта штука работает. То есть что мы здесь видим? Что, например, а можно ли вот эту часть, например, налогов сократить, да, то есть вот мы понимаем, что 35 тысяч мы можем сократить. Или вот у нас здесь какой-нибудь большой платеж. Мы видим, что так, смотрим, ну, окей, жене не обсуждается, мы ей платим, столько платим. Платежи по кредитам. Мы видим, что, о, у нас здесь раз, два, три кредита. Вот, потому что, например, в 20-м году у меня была ситуация, когда у меня было три кредита. Три кредита за машину, за дом, за квартиру. И мне все их нужно было платить. Я, естественно, их взял, потому что была очень позитивная история. У меня очень быстро рос мой бизнес тренинговый. Я занимался этим. Я этим горел. Я видел, что заказов много, все получается хорошо. Но когда пришла пандемия, хоп, все заказы схлопнулись. Я остался с тремя кредитами. И это была очень некомфортная ситуация, но она помогла еще глубже изучить этот инструмент. И я понимаю, что, а если я сейчас, например, да, там, три кредита по 50 тысяч, один вот в эту неделю, там, второй неделе и так далее. А если я сейчас возьму и откажусь от одного из кредитов, то тогда я могу больше денег получить. Ну, по крайней мере, у меня денежный поток улучшится. И тогда я и денег получу прямо здесь, сейчас, и у меня поток изменится. И в целом это решение, оно мне помогло. То есть в итоге я продал свой порш, но это помогло мне выправить ситуацию. И мы еще всей семьей переехали в Сочи, что тоже было позитивным изменением. Вот, то же самое. Мы смотрим на жизнь, еда. А можно ли меньше? А можно на аренду жилья, например, попросить отсрочку, да, не вот этого числа, а вот этого сделать? И тогда я вот здесь удалю. О, мы смотрим, что да, в принципе, я могу договориться об отсрочке. Или школа обучения детям. А может быть, я не буду сейчас платить за школу. Я вот через месяц заплачу, мы можем просто договориться с директором. И тогда мы видим, что ситуация может исправляться. И тем самым мы исправляем вот эту ситуацию. Мы можем увидеть, где у нас яма начинается, где она заканчивается. Что нам нужно сделать с точки зрения доходов, да, чтобы вот эта ситуация исправилась. И у нас денежный поток стал больше, допустим, да, то есть бизнес, он там всегда приносит по 150 тысяч в неделю. Вот, и это тоже окей. И мы видим, что да, там есть какие-то моменты с ямами. А вот у нас зарплата сотрудникам. А может быть, можно оптимизировать зарплату сотрудников, да, и вместо там двух человек или там десяти человек оставить пять человек, которые будут эффективно справляться. А может быть, регулярные платежи по бизнесу можно взять и сократить в два раза. И за счет этого мы смотрим, что да, ситуация исправляется. Но в целом, да, вот мы сейчас ее сюда поставим. В целом, да, эта ситуация исправляется. Значит, можно что-то автоматизировать, чтобы на выходе это приводило к хорошим результатам. Но нет, смотрим, мы все равно пока все еще сильно зависим от проектов. И вот таким образом, работая с этими цифрами, вы, наконец, и сможете найти вот ту формулу, комбинацию, что куда подвинуть, где увеличить, где уменьшить, для того, чтобы выбраться из крысиных бегов и выбраться из долгов. Так что, друзья мои, ссылка на эту табличку, она находится внизу под этим видео. Пользуйтесь им, пожалуйста, на здоровье. Используйте его. Делитесь этим инструментом с другими людьми, чтобы другие люди тоже, наконец-то, перестали быть в крысиных бегах, в долгах. И осознанно понимали, как работать с деньгами. Можете поделиться этим видео, можете поделиться этим инструментом. Вот, я очень хочу, чтобы вокруг нас было все больше богатых, счастливых, успешных людей, которые вот с этими вещами разбираются. Еще раз хочу донести, что это очень простой инструмент. Вам не нужно его делать регулярно. То есть, как нерегулярно, да? То есть, мы вот увидели, что ага, яма у нас февраль-март, супер. Мы посмотрели, как эту яму убрать. Дальше можно уже, ну, там, выправили ситуацию. Все, дальше понимаем, что можно не вести. Потом опять случается какая-то не очень хорошая ситуация. Но это лично мой опыт, да? Кто-то наверняка будет там регулярно вести. Я понимаю, о, что-то сейчас не очень приятная ситуация. И захожу в эту табличку, планирую, планирую, планирую. Смотрю, что происходит там. На несколько месяцев запланировал. Смотрю, когда мы уже выправляемся. Все, оставляю. Следующий момент. Большой плюс по сравнению с основными табличками, которые делают профессиональные финансисты. Они делают эту табличку на каждый день. Но если делать ее на каждый день, это просто жесть какая, что получается с вашей головой. Потому что каждый день вы должны сидеть, погружаться в эти финансы. Нету такого времени у обычного человека. Поэтому мы ее планируем на неделю. Исходя из того, что деньги там придут плюс-минус в какой-то день. И да, это помогает в более спокойном режиме вот это планирование делать. Так что, друзья мои, мне кажется, отличный вариант, отличный инструмент. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всех люблю, обожаю. Пока-пока.